В этот день, 6 ноября, родились. Митрофан Воронежский, епископ Воронежский, чудотворец. Он причислен к лику святых. Дмитрий Мамин, сибиряк, русский писатель, автор романа «Приваловские миллионы». Михаил Батурин, советский разведчик, он много сделал, чтобы нейтральная Турция не начала войны во Вторую мировую. Павел Мельников-Печерский, русский писатель. Павел Мельников, творивший под псевдонимом Печерский, родился в Нижнем Новгороде, где жил и работал после окончания отделения словесности Казанского университета. Литературный дебют писателя состоялся еще в 20-летнем возрасте, однако оглушительный успех пришел к нему после публикации объемных романов о старобрядцах в лесах и на горах. Мельникова-Печерского начали называть выдающимся билетристом. Крамской писал его портрет, а хлесткий литератор Салтыков-Щедрин не скупился на похвалу. Билетристика приобретает характер этнографический, посвящает себя разработке подробностей жизни, настойчиво ловит отрывки, осколки ее. И в этой бисерной работе обнаруживает не одну настойчивость, но и замечательное мастерство. Мельников мне всегда казался ближе. Это сказочник Боржов. О зорчатости повествованию добавляли русские легенды, которые Мельников-Печерский успешно вплетал в текст. Его частенько ставили на одну чашу весов с лесковым, хвалили за простоту и искренность материала, правдивость характеров героев и талант, которые, по мнению коллег, автор не осознавал. Сегодня я получил столько почета, что право может голова закружиться. Чего доброго, пожалуй, я могу возмечтать, что я действительно знаменитый русский писатель. Нет, господа, я только любитель русской словесности. Мельников-Печерский. В этот день, 6 ноября 1930 года, был запущен московский автосборочный завод имени Ким, переименованный позже ВОАО «Москвич». История знаменитого завода началась после подписания советско-американского договора с фирмой Ford, согласно которому американцы обязались наладить автомобильный бизнес в СССР, консультируя и поставляя комплектующие для сборки легковых и грузовых машин. Второй после ЗИЛа автомобильный гигант обошелся стране в кругленькую сумму в 5 миллионов тех еще рублей, но планировал окупиться в кратчайшие сроки, выпуская по 12 тысяч экземпляров в год. Уже через пару-тройку лет завод Ким, который расшифровывался как «Коммунистический интернационал молодежи», газанул маркой «ГАЗ» с отечественными комплектующими и модельной линейкой легковушек Ким-10. Один из испытуемых образцов автомобиля можно увидеть в фильме «Сердца четырех», но среди чиновников и покупателей первые Кимы вызвали массу критики из-за негазистого внешнего вида двух дверей и быстрого перегрева мотора. Всего же с конвейера сошли порядка 400 штук Кимов, выпуск которых в послевоенные годы был приостановлен, а завод переключился на производство массовых марок «Москвич» и «ГАЗ», которых к 50-летнему юбилею насчитывалось порядка 10 миллионов экземпляров. 6 ноября 1932 года завод «Динамо» выпустил первый советский электровоз. 6 ноября 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле был зажжен вечный огонь. 6 ноября 1982 года началась самая длительная полярная экспедиция газеты «Советская Россия» вдоль всего северного берега Евразии. 6 ноября 1991 года указом Бориса Ельцина была прекращена деятельность КПСС и Компартии РСФСР. Ликвидации главной и единственной партии СССР, КПСС, способствовали несколько важных общественно-политических потрясений. Самороспуск в ЛКСМ, августовский путь в 1991 году, поражение ГКЧП и отставка президента Горбачева, заявившего, секретариат Политбюро ЦК КПСС не выступили против государственного переворота, Центральный комитет не сумел занять решительную позицию осуждения и противодействия, не поднял коммунистов на борьбу против попрания конституционной законности. Мнение президента СССР Горбачева поддержал президент РСФСР Ельцин, к тому моменту покинувший ряды коммунистической партии и подписавший судьбоносный указ номер 169. Прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а их организационные структуры распустить. Имущество КПСС и КП РСФСР на территории РСФСР передать в собственность государства. 37 народных депутатов России инициировали конституционно-правовой процесс, который в течение долгого времени рассматривал правомощность указа Ельцина. Впрочем, репутационные потери не помешали коммунистической партии остаться в политическом информационном поле, ведь, по мнению знаменитого политика Черномырдина, какую партию мы не строим, получается КПСС. Таким был этот день 6 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова